Всем-всем привет! И я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня в видео я хочу показать вам свои пустые баночки месяца января. Если вам интересно, оставайтесь со мной. И сразу скажу, что видео будет в таком неком хаотичном порядке. То есть, я не буду рассказывать вам как-то вот, все знаете, такой по логической цепочке. Нет, такого не будет. Я, в общем-то, как что достану из пакета, так вам и покажу. Договорились? И давайте начнем с такого вот средства от Bourjois Paris Maxi Format. Это средство для снятия макияжа с глаз. Но скажу сначала, что мне нравится вот именно вот эта вот красивая пипочка. Очень удобно открывать крышечку. И это средство действительно классно справляется с макияжем. С трех ватных дисков оно убирает макияж на ура, поэтому я легко могу его рекомендовать. Оно подходит для чувствительных глазок. Производитель также заявляет, что это средство убирает усталость и темные круги под глазами. Нет, этого, конечно, нет. Оно не убирает темные круги под глазами. Но как и средство, которое снимает макияж с глаз, оно мне очень сильно нравится. Следующий продукт, который закончился. Это были вот такие вот капсулы Ariel To Pot. Это капсулы для стирки вещей. Они мне нравились, во-первых, тем, что они очень удобны в применении. То есть вы закинули эту капсулу в барабан, не паритесь, ничего больше не отмеряете. Чем мне понравился это средство? Так, тем, что оно имеет очень яркий, очень выраженный, очень концентрированный аромат. Это действительно такой насыщенный. И даже после того, как я постирала постельное белье, да что уж говорить. Я, ну, эти капсулы закончились, прошел примерно, ну, месяц. А до сих пор этот ярко выраженный запах при закрытой упаковке я слышу. Он оставался на постельном белье. Поэтому тем, у кого чувствительность вот именно к этим вот запахам, я эти капсулы порекомендовать не могу. Следующий продукт, который закончился, это гель для душа от Natura Siberica для упругости кожи. Этот гель для душа, конечно же, не дал мне никакой упругости кожи. Да и пока мне это особо, если честно, не нужно. Но этот гель для душа очень понравился моему молодому человеку. Именно тем, что оно содержит дозатор. И именно его привлекло. И понравился ему аромат. Потому что, знаете, он такой легкий, ненавязчивый. Неплохо пенится. Очень нравится этот гель для душа. Но больше брать не знаю. Наверняка возьму, но с другим ароматом. Потому что уж больно понравился этот гель для душа моему молодому человеку. Так он обычно у меня предпочитает, предпочитает кусковое мыло. Следующий продукт этой серии Цубук. У меня закончилось два шампуня, таких вот беленьких, с экстрактом камелии, по-моему. Да, с экстрактом камелии и бальзам для волос. Очень мне понравились эти шампунчики. Эта серия стала моей любимицей, потому что неплохо восстановила мне поврежденные волосы. И как раз покажу вам, чем я их все-таки умудрилась повредить, свои волосы. Очень восстановила, очень так интенсивно, легко. Они у меня стали такими шелковистыми, очень приятными на ощупь, поэтому безумно нравится. Могу всем порекомендовать эту серию. Только не понравилось. Единственное, вот у этого бальзама у него очень яркий, выраженный, сладко-притерный запах. Мне очень мне это понравилось. Следующий продукт, вот как раз про него хотела рассказать. Это вот такой шампунь для укрепления и стимуляции роста волос. От белорусской косметики, маркер косметик. Здесь 500 мл. И он действительно мне повредил волосы. Он их сделал сухими, высушил кончики. Такой шампунь мне не подходит, так как он мне волосы промывает конкретно, так до скрипа. Мне такие средства не подходят. Поэтому нет и нет. И, естественно, он не предотвратил выпадение волос. И, естественно, не было никакого роста волос дополнительного. Поэтому нет. Следующий продукт, который закончился, это средства для очистки ванной комнаты от Дом Фаберлик. Обалденная штука. Просто обалденная. Обожаю это средства для ванной комнаты. Оно мне ванну сделало кристально чистой, белоснежной. Очень нравится. Удаляет следы мыла, удаляет ржавчину, устраняет грязь, неприятные запахи. И мне нравится то, что нет какой-то такой вот в нем ядреного такого аромата. Поэтому нравится. Нет аромата хлора. Следующее средство, которое закончилось, это было средство для мытья посуды. Концентрированное. Как заявляет производитель, это натуральный антибактериальный гель 3 в 1. И можно мыть даже овощи, фрукты и детскую посуду. Это вот такое вот средство. Я покупала его в Ашане. Осталась безумно-безумно довольна. Во-первых, тем, что оно действительно очень так, знаете, легко смывает всю грязь посуды. И нравится то, что оно очень экономично пользуется. И нравится то, что оно действительно хватило мне его на 2 месяца. Это действительно очень экономичное средство. И имело такой легкий, ненавязчивый аромат фруктов. Здесь являет производитель, что это аромат японского абрикоса. Не персика, абрикоса. И нравится то, что можно помыть овощи и фрукты. Следующий продукт, который закончился. Рексона Вуман. Люблю я больше антиперспиранты, нежели, чем шариковый дезодорант. Не оставлял черных следов на одежде белых. Вернее, черных. На черной одежде не оставлял белых следов. Вот как правильно нужно было сказать. Не оставлял. И он так, знаете, действительно защищает от потоотделения. Имеет запах. Но сейчас я взяла себе Ангарниер Дезодорант. Следующее средство, которое закончилось. Кондиционер сыворотка Фаберлик. Так, с масломаму для глубокого восстановления волос. Неплохой кондиционер. Кондиционер это волосы. Хорошо их как бы, значит, увлажняет. Так, неплохо питает. Но какое-то глобальное совершенство. Сверхъестественного чего-то он, естественно, не дал. Хотя производитель заявляет, что это должно случиться с моими волосами. Нет, этого не произошло. И он не очень экономично пользовался. Поэтому повторно брать я этот продукт не буду. Следующий продукт, который закончился, попадается мне в руки кондиционер-пробник для тела, смываемый от Невея. Где-то, по-моему, в каком-то журнале его. Космополь-то, по-моему, брала себе. Последний раз им был там вот этот пробничек. Понравилось мне это средство. Я действительно бы с удовольствием купила полноразмерную версию. Потому что действительно после применения этого пробника мне никакого дополнительного увлажнения не нужно было. Поэтому с удовольствием наверняка я куплю. Кстати, этот пробник у меня был для сухой кожи. Следующий продукт, который закончился, питательный крем для бархатной ручки. Креман бархатных ручек люблю. Они мне неплохо питают кожу рук. Действительно устраняют сухость и смягчают кожу. Поэтому нравится. Так, переходим дальше. Что мне попадается в руки, это Organic Shop. Скраб для тела. С манго. Вот такой вот скрабик. У этого скраба были яркие, такие желтые, выраженные скрабирующие частицы. Вот они даже чуть-чуть остались. И у него был яркий, яркий, желтый цвет. И он оставлял следы на ванной комнате. Поэтому не очень. Имел тоже такой сладкий, фруктовый, приторный запах. Сначала он мне очень нравился этим. Потом он мне немножко поднадоел тем, что у него такой вот запах. Но мне нравятся скрабирующие частицы. Они достаточно крупные, плотные. Классно скрабируют кожу. Поэтому никаких нареканий у меня к этому продукту быть не может. Потому что скраб нужен действительно, чтобы скрабировать вам кожу тела. Следующий продукт это маска для глубокого восстановления волос с маслом Амлы. Питает волосы по всей длине и укрепляет корни волос. Вот такая вот масочка. Она жидкая. Она очень экономично пользуется. Но она действительно восстановила мне волосы. Вот по сравнению вот с этим вот кондиционером. Да, действительно. Я заметила изменения. И мне эта маска пошла на пользу. Она мне волосы сделала более такими шелковистыми по всей длине. И устранила секущиеся кончики даже. Было у меня там чуть-чуть секущихся кончиков. Пока подстригать волосы по всей длине я не хочу. Волосы у меня ниже плеч. Я как бы стараюсь отрастить их в длину. Немножко будут девочки шуршать. Следующий продукт, который закончился. Подхожу уже к концу. Это маска для глубокой, для интенсивного увлажнения волос. Вот такая вот масочка. Это Фаберлик из Эксперт Фарма. Тоже классное средство. Нравится. Эта маска мне очень понравилась. Она действительно была такая по текстуре очень плотная. Вот она не так сильно пользовалась. Не экономично, как с маслом Амолы. Действительно насыщила мои волосы таким неким увлажнением. Поэтому сейчас у меня волосы вообще как бы в такой... В полной боевой готовности, скажем так. Я полностью сейчас пока довольна их состоянием. Мне очень нравится. Но сейчас я взяла себе новый шампунь. Он мне тоже как бы немножечко подсушивает кончики. Наверное, я все-таки вернусь к ту буску. Такая вот масочка. Следующий продукт, который закончился. Это интенсивный увлажняющий крем. Я здесь немножечко расчешу себе поле действия, скажем. Так, от Nivea Soft. Нравится мне этот крем. Использовала я его в качестве крема для тела. Он действительно классно увлажняет кожу тела. Его можно использовать для лица, руки и тела, соответственно. Он действительно классно увлажняет. Я еще раз повторюсь. Он такой жирный, питательный. Не оставляет никаких следов липкой пленки. Мне это безумно нравится. Серия очень такая бюджетная. На лето, конечно, подходит она больше, нежели чем на зиму. Но тоже очень даже неплохо. Следующие продукты. Осталось совсем-совсем чуть-чуть. Немножко тут буду шуршать. Тут такая вот зубная паста. От сплат, отбеливающая. Никакого отбеливающего эффекта она мне не дала. Но она была такая, знаете, интересная по своей текстуре. Она была со скрабирующими частицами. Первый раз у меня была такая особенная паста. Но так как производитель заявляет, что она отбеливающая, я ее покупать не буду, потому что никакого этого эффекта она не дала. Так неплохо очищала ротовый пуст, придавала свежесть дыханию. Но это может дать и любая другая паста. Следующий продукт, который закончился, это скраб от Ивраше с экстрактом абрикосовых косточек. Здесь были легкие такие, совсем-совсем нежные частицы скрабирующие. Я люблю интенсивные скрабы, поэтому он мне не очень-то подошел. Но он неплохо также убирал черные точки, неплохо очищал кожу. Поэтому единственное нарекание, что у него нежные скрабирующие частицы. Он тоже подходит больше для чувствительной кожи лица. Вот так. Следующий продукт, это маска от Арифлея. Очищающая. Классная маска, у нее такая глиняная текстура, она светло-зеленого оттенка. Только единственное, ее было очень плохо смывать после того, как она высохла. Она плохо смывалась и после применения она кожу подсушивала. Обязательно нужно было дополнительное увлажнение. Но с черными точками на носу она справлялась на ура. Следующий продукт, это крем для рук чистая линия. Вот такое вот нежное питание. Этот крем для рук мне не понравился, потому что он не давал мне никакого питания. На зиму мне все-таки хочется больше такого интенсивного питания. Нет, не было никакого питания. Он увлажнял кожу рук, но оставляло мне такое некое ощущение сухости все-таки. Поэтому нет. Следующий продукт, который закончился, это будет такой вот гель для душа. Эйван ароматерапия с экстрактом ягод Асайя. Но этот гель для душа мне нравился. Он имел такой слегка увлажняющий эффект. Неплохо, так знаете, пенился. Неплохо давал такое освежение телу. Он очищает на ура, не сушит кожу. Эти гель для душа мне нравятся. И все, девочки, последний продукт, который мне осталось вам показать. Это вот такая вот пудра для лица и в Роше. В оттеночке у меня была... Так, не знаю, будет ли вам видно. Оттенок у меня был опаловый. Нет, камера мне никак не хочет фокусировать. В общем-то оттенок 01 опаловый. Она была, знаете, такого вот красивого оттенка. Немножечко здесь, может быть, видно будет. И только единственное, в конце она у меня рассыпалась. Она классно убирала недостатки кожи. Так, знаете, нежненько, легко мотировала ее. Она была очень легкая, очень невесомая. Очень было ее приятно на себе наносить, ощущать. Только единственное, первое время она немножечко подсушила кожу после применения. Было некое ощущение такой стянутости. Но потом это ощущение проходило, и пудра проявляла себя отлично. И носила я ее на лице, в принципе, наверное, практически целый день. Не обновляла, потому что эта вот матовая кожа сохранялась на весь день. Я не знаю, подойдет ли она для жирной кожи, но для такого вот смешанного типа кожи, как у меня, она подходит идеально. Я бы сказала, с удовольствием эту пудру еще. Эта серия у Евроши не такая уж и дорогая, она такая более-менее бюджетная, поэтому с удовольствием куплю еще. И это все были мои пустые баночки. Наконец-то я от них отвяжусь, наконец-то я от них избавлюсь, потому что, если честно, они загромождают, такое хорошее количество в ванной комнате занимает. Поэтому вот как-то так. Спасибо вам, девчонки, большое за просмотр. Всем спасибо за внимание. Всем пока. И как обычно, я желаю...